Всем привет! Очень сильно ждала прямо это время, чтобы записать для вас кое-какие мои новости. У меня сегодня такое классное просто настроение, просто бомбическое. Во-первых, я сделала себе новые ноготки, я наконец-то сняла те старые. Когда отрастают ногти, мне очень-очень хочется быстрее-быстрее сделать что-то новенькое. Вот, фокусируйся. Мои новые ноготки. Ну, если честно, я всегда делаю в этом стиле, то есть френч белым по-разному. Могу как бы классический сделать, могу как бы В-образно, могу какими-то волнами. Редко я экспериментирую, редко ухожу на такой цвет, который у меня был предыдущий, но в предыдущих видео вы можете это увидеть. Ну так вот, сегодня я хочу с вами поделиться, можно, конечно, сказать, что похвастаться, но я не люблю это слово, потому что я не хвостун. Когда у меня хорошее настроение, мне хочется очень-очень прям сильно поделиться с кем-то, какими-то своими новыми покупками, обновками, или что-то я успела там сделать, или какую-то поставленную цель я выполнила. Ну, вот в этом всё роде, да. Ну, нас, девочек, можно понять, потому что, тем более человек, который более экспрессивный и который более такой динамичный, он всегда хочется чем-то поделиться. Вот я из таковых являюсь. У меня здесь рядом лежит, я даже не стала кушать, я сейчас забежала в магазинку, какие покупки сделала, и даже не стала перекусывать, хотя очень сильно хочу есть, у меня прям в желудке такое подсасывание идёт маленькое. И купила себе на перекус, хотела поесть прям роллы, потому что настроение у меня очень классное, вот они у меня рядышком со мной лежат. Люблю роллы с нашего её распара, рядом с нами находится магазин, и вот люблю вот такую вот чуку, очень люблю. Так что сейчас с вами поделюсь, пообщаюсь и буду кушать. Вот, значит, что хотела вам сказать по поводу новых покупочек. Сегодня я хочу показать, у меня пришла посылка от белорусской косметики, но там немного позиций, поэтому я всё соединила в одно видео. Хочу показать покупку новой обуви, обновку, которую я сделала. Также хочу вам продемонстрировать свою новую, новую, любимую, любимую, просто долгожданную камеру. К ней штативтик. И что мы ещё купили? Что-то у нас в последнее время всё так много-много-много происходит, что я даже забываю, рассказывала я об этом или нет. И хочу показать вам ещё... Да, вот я сейчас увидела в зеркале, мы накупили новые принтеры. Это просто класс. У нас был принтер Samsung, он, конечно, нам прослужил долго, порядком, наверное, 8-10 лет. И мы, ну, естественно, он проводной, обычный, классический, чёрно-белый, лазерный, никаких там цветных. У нас было МФО от Canon, но, знаете, он просто вот стоял, собирал пыль, потому что цветные фотографии мы не распечатываем. Сканер... Мы брали его больше как сканер. Вот. И сканер мы пользовались время от времени. Ну, там, может быть, допустим, что-то, я не знаю, распечатать там. Ну, больше мы печатали на Samsung, а этот просто стоял. Ну, короче, в итоге я его продала. Вот. И у нас был Samsung. И когда мы приобрели новый ноутбук... Вообще, этот принтер, конечно, больше нужен моему сыну для учёбы. И когда мы приобрели новый принтер для... Ой, когда мы приобрели новый принтер Asus, и там у нас Windows 10, что вы думаете? Этот принтер не воспринимает Windows 10. Мы долго с этим думали, мучились, мучились, и в итоге, короче, конечно, до меня дошло, что он просто не поддерживает Windows 10. И что просто его пора поменять. Чему я была несказана, рада. И мы приобрели новый принтер в перспективе, потому что мы немножко будем менять компьютер и переходить на Apple. И мы взяли в перспективе принтер с беспроводной распечатки. То есть, это компания HP, первое, что хочу сказать. И тоже классический, лазерный, чёрно-белая распечатка, никаких цветных. Всё классика. То есть, ничего лишнего там нет. Но там самое главное, что просто ты подключаешь сеть, и всё, больше ты ничего... Не надо тебе подключать к компьютеру, не надо там думать, что-то сильно настраивать. Он быстро, прям хорошо, классно настроил. Сам по себе, то есть, он его увидел, компьютер. Он работает как там с Apple, с ихним iOS. Он работает и с Windows, со всеми там их программами, десяткой и так далее, да? Вот. И, значит, там по Wi-Fi можно распечатывать, и можно также распечатывать AirPrint. Есть такая функция встроенная. И когда мы этим начали пользоваться, мы просто понимали, что в каком древнем лесу мы жили. Что на самом деле очень просто, можно всё классно сделать. Вот. Я хочу вам сейчас показать его. Вот такой вот принтер. Он такого не белого, а молочного цвета. Ну, такой обычный, обычной кнопочки, да? То есть, как бы вот от него шнурик. Он у нас вот здесь вот стоит. И обычно отсюда выходят листы, здесь уже листы. Вот эта мне штучка очень нравится вообще. Во-первых, как бы у нас без этой было. Вот просто листы лежат, да? Как бы там. И, ну, как сказать, от пыли. Там, опять же, там, не дай бог, какая-то там вода попала. Что-то. Ну, как-то, мало ли что. То есть, она сохраняет чистоту. И, чтобы не испачкать, ничего не случилось с листами. Вот здесь лежат листы. Отсюда выходит вот такой вот. Вот марка, кстати. Сейчас хочу вам показать. Марка. LaserJet Pro M104W. Он стоил порядком около 8 тысяч. И в нём есть такая вот функция, которая называется AirPrint. Через эту функцию мы как бы делаем вот эти вот все распечатки по Wi-Fi. Покупают с айфона, с айпада, с ноутбука, в любой комнате, в любом месте, по всей квартире. Просто круто вообще. Советую, если кто ещё думает, может быть, менять или покупать что-то новое. Так вот, это первая такая покупочка. Вторую покупку я хочу показать. Я не пропала, я тут. Главное, что я взять. Это моя долгожданная обувь. Я очень-очень хотела эту обувь. Это с магазина Рандеву. Я долго ходила, присматривалась. Там и в прошлом году. И, конечно, у них цены. Может быть, есть какие-то декромат... Ну, как бы маленькие где-то. Но я смотрела на обувь всегда, которая цена прям хорошая. И, конечно, я люблю, как и многие, итальянскую обувь. Я очень люблю итальянскую обувь. Ихнюю колодку. Она мне очень подходит. Ну, просто классно. И в итоге я купила себе обувь, ботинки. Сейчас прям на СИЗО. Вот такая вот коробка. Это Эрнесто Долани. Итальянский производитель. Что немаловажно, не просто итальянскую обувь я люблю, а именно, чтобы изготовление было в Италии. И в Италии есть изготовление двух направлений. Как ручное. То есть индивидуально каждую обувь они ручную, да? Ну, как бы собирают, создают, шьют. И так же, как фабричные есть. Вот. Есть итальянская обувь, пишется Made in Italia, но изготавливается в Китае. Да? Это мы уже знаем эту систему. Вот такая вот обувь. И Эрнесто Долани, вот такая вот шикарная, как сказать, коробочка. Добротная, нехилая. Вообще одна коробка, чего только стоит. Я когда это увидела, у меня глаза просто, ну, очень люблю обувь. Я никогда не размениваюсь ни на сумки, ни на обувь. Ну, еще, может быть, да, верхняя одежда. Я могу купить себе как бы недорогие джинсы, там, я не знаю, кофты или еще что-то. Но то, что касается сумок, обуви, часов, очков, это я обязательно лучше подкоплю. Но я куплю хорошее. Вот. Значит, открывается вот такая вот крышка. Прям добротная вообще. И что мы видим? Вот. Меня это просто поразило, потому что оно как бы обычно достаточно высоких марок. Обувь, она как бы так вот все уложена, чтобы красиво все было сделано. Значит, что мы видим? Вот такая вот бумага, очень-очень такая плотная и качественная. Давайте, знаете, как, наверное, я покажу не так, а я покажу, чтобы вы все видели вот таким вот способом. Значит, смотрите, очень плотная бумага, очень плотная, да? Вот так вот мы ее раскрываем. Так, мы раскрываем. И уже вот такая вот, ну, как фольга или как вот назвать ее. Вот она вот так вот сюда раскрывается и лежат сами ботиночки. Вот такие вот ботиночки. Они коричневого цвета. Тёмно-коричневого цвета. Вот такие вот ботинки. Я, конечно, в них уже пару раз ходила, погуляла и спробовала. Я просто осталась довольная вообще. Ну, девчонки, это стоит того. Вот. Это стоит того. Значит, здесь на шнуровке, а здесь на шнуровке, а здесь сбоку идет замочек. Так, сейчас я вас поставлю сюда и буду вам показывать. Распаковку показала. Вот, значит, это такой вот носок. Ну, он как, не то, что прям немножко скругленный, но квадратный, да? То есть форма квадратная такая вот. Люблю, когда выступает подошва внизу очень сильно. Подошва вся прошита, что немаловажно. То есть прошита. Это не обманка. И проклеена, соответственно. Даже если клей где-то что-то там вот отслаивать, потому что подошва такая прям хорошая. Здесь, видите, профилактика резиновая. То есть равно у вас прошивка есть, ничего не надо как бы бояться и пугаться. Каблук наборный, обычный. То есть квадратный. На каблуках я не хожу. Я хожу вот на таких каблуках. У меня есть итальянский чуть-чуть побольше каблучок. Им вообще с носу нет. Им 8 лет уже. 8 лет. Ну, прям вообще. И вот этот вот такие вот коричневые. Здесь, значит, идет замок. Внутри они полностью кожаные. Внутри они полностью кожаные. И вообще это как кожаный бук. Там идет лошади кожа, кажется, если я не ошибаюсь. Ну, полностью кожаные. Вот. И что могу сказать. Очень классные. Очень носибельные. Я вообще обожаю вот такого плана стиль. Такой casual стиль. И с моим пальто я ношу просто на ура. Вот. И еще такой момент. Здесь, значит, по поводу набойки хотел сказать. Такая чистенькая новенькая набойка. Я сходила. Здесь было наполовину. Наполовину кожи. Наполовину. Такой немножко. Я не знаю, что за материал был. Ну, короче, я пару раз сходила. Поняла, что лучше сразу отдать и сделать набойку. Потому что, когда покупаешь обувь в рандеву, срок, то что гарантии, ну, может, гарантии сказать, сервисного обслуживания, там еще что-то у них как прям с машиной, да. А три года, в течение трех лет я могу три раза поменять набойку. И там ряд-ряд других, короче, работ я могу сделать. Там у них полностью это расписано, что я могу раз в год сделать, что я могу три раза сделать. Ну, короче, то, что касается самоболевой такой момент, это с набойкой. И я как бы сносила, и мне ее поменяли быстренько, хорошо, такую хорошую, добротную набойку поставили, нестираемую. Что очень важно, потому что у меня акцент при носке всегда идет такой сильный на набойку, стирается, да. Кожа очень приятная, очень классная. И при носке, вы знаете, нет ни разводов, ни пятен, ничего. Такая кожа, которая просто вот не пачкается. Обычно там носишь, и сразу уже вечером там приходишь, или на следующий день, когда идешь, надо вытирать обувь. Ничего такого не происходит, потому что у меня были такие ботинки с такой кожей. Это просто носибельная кожа. Тем более при нашей погоде просто носибельная кожа. Вот, я очень довольна, очень довольна вообще. Я вообще обожаю обувь, классную обувь итальянскую. То есть, ну, это классно, это круто. Лучше, 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 лучше разменяться, ну, как сказать, лучше подкопить, накопить, но приобрести классную обувь. Значит, по поводу цены. Цена, конечно, не маленькая, но что я вам могу сказать? Это того стоит, потому что, потому что обувь я покупаю себе не на один год. И я вам могу с уверенностью сказать, даже если это хорошая, качественная итальянская обувь, не на три года. Я вам еще раз говорю, у меня есть ботинки осенние, такого же плана, только каблучок побеньше. Я их ношу восемь лет. Может быть, я и ношу их каждый день, как бы хотелось, потому что на каблуках, ну, я уже отвыкла от каблуков, и вообще, как бы, когда ты постоянно в таком режиме, как бы динамичном, то на каблуках больно не походишь. Но им восемь лет, и до этого у меня были ботинки, я вот как раз на смену тех, которые я выкинула, тоже итальянские, вот эти купила. Им тоже было восемь лет, такого же плана, только черные. Восемь лет, понимаете? Восемь лет, кто как носит, конечно, но я ношу нормально, нормально. И когда хорошая обувь, то, поверьте, минимум пять лет точно. Ну, уже не говоря о том, что будет. По цене, конечно, я говорю еще раз, что там, вы знаете, рандомный магазин достаточно дорогой. Стоили они, ну, здесь есть один момент, который, как бы, меня очень обрадовал. Стоили они 20 тысяч. Да, это дорого, да, это дорого, я с вами согласна. Я не раскидываюсь с 20 тысячами, я не покупаю каждый раз, как бы, да, но... Я, говорю, долго к этому, как бы, не то, что долго шла, но шла. Но я их купила за 15, была скидка, минус 27, 28 процентов у них идет такая скидка систематичная, я их купила за 15. Я думаю, что 15 тысяч обувь итальянская, обувь хорошего, качественного, ну, как бы сказать, и материала, и все остальное, этого стоит. Поэтому, а там уже дело каждого. Ну, я опять же говорю, лучше купить обувь, вот, как я купила, да, и я знаю, что, во-первых, стиль не уйдет далеко, и, во-вторых, как бы, ну, я имею в виду, что такой стиль он останется. Их можно и с юбкой, можно с джинсами, с любыми брюками, ну, вообще, просто классно. Вот, это такая первая дорогая покупка, которая у меня была, но, опять же, это покупка не за неделю, я не знаю, за какой срок мы все это приобрели, не помню, да. Так, значит, принтер вам показал, ботинки показала, вторая и третья такая покупка, которая была достаточно, она была дороже. Это моя камера. Ну, девочки, раз я занялась этим каналом, надо что-то делать. Надо делать, надо улучшать картинку, чтобы вам было приятно смотреть и все остальное. Поэтому хочу с вами поделиться. Опять же, тоже, эту камеру я тоже купила со скидкой. В черную пятницу в магазине M-Video была скидка именно на эту модель. И я вообще, как бы, не планировала эту модель брать. Честно, я хотела взять экшн-камеру, Соньку, такая беленькая, ну, знаете, там, да, я ее обязательно возьму. Весной, к лету, обязательно, чтобы мы могли записывать с вами классные влоги. И чтобы мы могли везде ходить, ездить, там, я не знаю, путешествовать, как получится. Но в этот раз я взяла тоже камеру Сонька. Эта камера, она такая больше, ну, домашнего характера, чтобы снимать дома. Сейчас я на нее, естественно, снимаю. Я потом вам покажу в зеркале ее. Это Сонька RX100-4. Там их есть несколько направлений. То есть, есть там первая, вторая, ну, как поколение, или не знаю, как это называется у них. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Не знаю, шестая есть, нету, но седьмая, кажется, точно есть. Но суть в том, что, вот, допустим, третья стоила 50 тысяч. А четвертая у них стоит, их неценник был 60. Но в черную пятницу они выставили 10% скидка, это 50 тысяч. То есть, что третья, что четвертая по одной цене. Но разница между ними, между третьей и четвертой, кто и в этом разбирается, вы знаете. Разница есть и существенная. И когда мы консультировались, я много собрала информации и отзывы в Ютьюбе, и в интернете, и с консультантами, и со знакомыми людьми. И поверьте, просто я к этому шагу шла очень осознанно, очень цельно. Потому что, ну, просто так пойти и выкинуть 50 тысяч, купить камеру, потом я там не пользуюсь, или что-то тебя не устраивает. Нет, конечно, я этим заниматься не буду. Но я, значит, со многими людьми пообщалась и приценилась. Я рассматривала другую Соньку, Альфа 5100, кажется, да. Рассматривала популярный Кэнон. Вы знаете, да, там Кэнон популярный есть. Но всё-таки выбрала её. Она самая дорогая. Кэнон там была 40 тысяч, Альфа 130. Ну, вот это вот дороже. Конечно, кусачая цена кусачая. Тем более, когда ты не до конца развитый человек в этой области. Тем более, когда у тебя канал ещё, так сказать, сыроватый. Когда у тебя нету достаточно, допустим, много подписчиков и просмотров. Там всё такое. Но я верю, что это не за горами. Потому что я очень-очень-очень-очень верю больше в вас, что вы мне в этом поможете. И мы с вами вместе создадим канал, наш женский канал, который будет отвечать на все вопросы. Мы найдём все ответы на наши вопросы. Мы будем проводить много-много моментов вместе, разбирая, как нам сохранить нашу красоту, нашу молодость, наше здоровье и так далее. Ну, это было, так сказать, отошли от темы. Так вот, камера RX104. Пятёрка стоила, конечно, 70 тысяч. Но, как я поняла и как мне многие убедили меня, что четвёрка от пятёрка отличается. Но если ты не профессионал, а я не профессионал, то я сильно этого не увижу, соответственно. И поэтому я всё-таки остановилась на четвёрке. И я ни капельки не пожалела. Вы не представляете, я ни капельки не пожалела. Потому что я каждый раз убеждаюсь, что это во. Это во. Камера. Камера. Продолжение следует...